Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем привет! И мы сейчас продолжаем изучать притчи царя Соломона. Значит, сегодня у нас 181-й урок, 181-й урок. Постоянство – это признак мастерства. Как говорил наш тренер, когда мы показывали плохие результаты, он говорил, ну, постоянство – признак мастерства. И у нас уже 181-й урок, но у нас, слава богу, что нас все больше, то есть Тора, она все-таки находит лучших людей, я могу так сказать, самых умных людей. Прям бог стучится к каждому, но люди не понимают, что это бог стучится. А вот вы поняли. Все, всем ботертов, шалом, привет, здравствуйте. И Моша Комиссарук нас смотрит. Все, можно начинать. Кстати, Моша Комиссарук, он сейчас в Израиле, был директор одного из крупнейших сайтов по трудоустройству в Украине. И, значит, вот он выбрал Тору, выбрал путь Торы. Не хотел выбрать путь Торы, но бог его такими сложными путями привел в Ешиву, что не дай бог никому идти такими путями, да? Потому что стучит бог вот так человеку, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, а он, значит, не слышит. Ему приходится камни тянуть уже, камни там, уже потом терпичи и так далее, и так далее. И только потом человек отдупляется. Ну и слава богу, то есть слава богу, что лучше поздно, чем никогда. Хорошо. Сейчас у нас 23 глава, 28 отрывок. Мы остановились на том, что в 27 отрывке нас предупреждал царь Соломон, что как ров глубокий гулящая женщина, гулящая женщина как ров глубокий, а как узкий колодец чужая, то есть, но это переносно был смысл не в гулящих женщинах дело, а в вожделениях физических и в моральных, в интеллектуальных этих идеях. И вот если человек запутывается в своих вожделениях, то он может оттуда вылезти как-то, да, как из ямычек может вылезти. Я знал многих людей, вот сегодня мне только с утра прислала сообщение одна очень хорошая умная женщина, девушка, мать троих детей, но она совершенно не занималась спортом. И она вот говорила, вот я не могу я заниматься спортом. Вот как Катерина Малкалютикова часто тоже, да, люди говорят, я не могу заниматься спортом. И вот она прошла у меня какое-то обучение, и сегодня она мне с утра прям шлет сообщение, говорит, если бы мне кто-то сказал бы там несколько месяцев назад, что я зимой смогу утром выйти на улицу и побежать, я бы засмеялась ему в лицо и сказала, это нереально. Спасибо Эскаку Миндусеевичу, оказывается, это реально. Любовь к удовольствиям и даже вот эта вот нежица, вот эта вся нежность и так далее, это тоже человек, это неестественное состояние. То есть многие к этому стремятся, но это неестественное состояние для человека, потому что человек создан, вот запланирован, спроектирован и так далее, для того, чтобы работать, для того, чтобы двигаться и так далее. И вот из вожделений, из ямы вот этих вот, когда человек начинает много есть, отдыхать, там и так далее, из этой ямы можно вылезти. Но из неправильной идеологии вылезти, как из узкого колодца сложнее, потому что первое, что мне, я изменил в ней только одну, одну вещь, идеологию. Вместо того, что она себе говорила, я не могу и это нереально, она сказала себе, я могу, я должна и я сделаю. И вот когда она вышла из этой лживой идеологии, я не могу, в этот момент уже все остальное прикладывается. То есть психология первична, а физиология вторична, понятно. Я, Катерина Малкалютикова, молодец. Я тебе, ну что ж, конечно, я знаю. Теперь дальше. Что говорит дальше нам царь Соломон в 28-м отрывке? Дальше он нам продолжает про эту же линию объяснять, объяснять, как это работает. И он говорит, Значит, первая часть отрывка переводится так. Также она, как разбойник, хватает, ну подстерегает, но хватает, я иду как Малбим, то есть Малбим объясняет чуть по-другому, чем есть русский перевод. Также она, как разбойник, хватает, у Богдим и предателей-изменников в людях добавляет. Что такое вообще здесь происходит, да? Оказывается, здесь идет объяснение предыдущего отрывка. Значит, первая часть объясняет так, что вожделение, вот это вот как гулящая женщина, да, она как разбойник хватает. Вожделение набрасывается на человека очень быстро. То есть, ну, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. То есть, джжжжж. И каждый вечер сразу станет изумительно хорош, да? То есть, человек шел, шел, шел так. Как знаете, есть, когда утром тренер заходит к футболистам в раздевалку, а они вечером бухали, их вытащили откуда-то там из ресторана, всю ночь не спали, и они утром перед тренировкой такие сидят, все такие с пьяно, и он говорит, кто был зачинщиком, вот с чего все началось. Все пальцем на одного показывают, он говорит, тренер его спрашивает, а что ты сделал? Он говорит, а я спросил, ну что будем делать? То есть, для того, чтобы вожделение схватили человека, глаза видят, сердце хочет, ручьи ноги делают. То есть, достаточно, поэтому мудрецы сказали, например, они, зная вот эту вот психологию людей, мужчин в основном, да, они запретили мужчинам находиться в закрытой комнате с запрещенными женщинами, и дотрадиваться до них. То есть, Тора не запретила дотрадиваться, там, руку пожать к какой-нибудь женщине, которая тебе запрещена, да. Кто запрещен? Ну, все, кто не твоя жена, тебе запрещены, в принципе. Там, дочка разрешена, а мама, к ней можно касаться. Но, значит, мудрецы сказали, не трогай, дотронешься, и потом бах, как разбойник, она тебя схватит. Но не она тебя схватит, эта женщина вожделения, а твое вожделение, как разбойник, тебя схватит, и ты уже не выкрутишься из этого, да. Поэтому они сказали, не трогай, в комнате закрытой не ходи, в лифте с ней не езди. Ты не знаешь, что будет, когда ты только вот до нее притронешься, а потом джжжж, и все, башню снесет, планку снесет, и ты уже потом оказываешься в суде по обвинению в изнасиловании, в лифте. Понимаешь? И человек говорит, да я не знаю, что со мной было, состояние аффекта. Теперь дальше. Это первая часть отрывка 28-го. Значит, что она тебя схватит, как разбойник, имеется в виду вожделение физически. И предателей в людях добавляет, это идет о философиях. Вторая часть отрывка. То, что нам сказали, как узкий колодец, чужая идеология. То есть, когда в человека входит идеология, сейчас, так что, ну не помню, в общем, я не помню сейчас какой момент, но как вот идеология входит в человека. Например, он читает книжку какую-нибудь, там, ну вот, как в Ешивах начинался коммунизм. Значит, сидят, учат Талмуд. Приходит, значит, какой-нибудь говорит, смотри, Ленина книжка хорошая. Какого Ленина? Ты что, мы Талмуд учим? Нет, смотри, так тут он и говорит, учиться, учиться, еще раз учиться. Видишь? Вот прямо он так и говорит. Молодец. Ну, правильно говорит Ленин. А ну давай, учиться, учиться, еще раз учиться. А что он еще говорит? А еще он говорит, миру мир. О, мир у мир, шалом, мир. Все вроде, идеология хорошая. Вроде давай дальше почитаем. А что он дальше говорит? А дальше он говорит, у богатых все забрать, бедным отдать. Ну, как бы, а как, это же грабеж. Ну, слушай, а ты что, бедных не любишь? Тораж говорит, что бедным надо помогать, и бедного надо защищать, бедному надо помогать. Ну, вроде да. Так, там же написано, что у богатого надо забрать, а второе написано, что забирать нельзя. это грабеж, ну, ну, слушай, ну, бедные же важнее, важнее, ладно, почитаем дальше, поехали, и так идеология входила к ним в голову, вначале все вроде хорошо, учиться, 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 потом бедным надо помогать, потом, оп, пошло нарушение, у богатых надо забрать, но уже здесь, как бы, уже ЕЦРРА, он же на стороне какой, на стороне злое начало, на стороне плохой, да, оно по, это специально так сделано, чтобы зло было привлекательнее, чем добро, чтобы оставалась свобода выбора, а дальше, оп, и Ленин в конце пишет, а вообще религия это опиум для народа, и в конце он тебя, бах, и отрезает от Талмуда полностью, и они, бах, из Ешивы все перешли в Красную Армию, понятно, ну, не все, а какая-то их часть, это нам объяснено, что как работает, как работает вожделение, как разбойник хватает, а философии, они входят через то, с чем ты согласен, но в итоге они тебя все равно от бога отрезают, понятно, теперь, значит, 29 отрывок вообще без объяснений непонятен, значит, дословно он звучит так, 29 отрывок, Леми ой, кому ой, прям так начинается, леми ой, леми ой, леми ой, леми ой, леми медианим, кому медианим, сейчас я переведу все, леми сиях, кому разговор, леми пцаим, кому, пцаим это раны, да, раны от побоев, леми ой, кому красные глаза, код какой-то, да, давайте дословно переводим, кому ой, кому ой, кому мавой, леми, кому ой это желание, кому ой, кому желание, кому суды, суды, ссоры суды, кому разговоры пустые, кому раны, раны беспричинные, кому красные глаза, значит, объяснение здесь такое, первое, кто кричит ой, кто кричит ой, ой, когда человек кричит, когда ему плохо, он кричит ой-ой-ой, даже так иногда, да, леми ой, тот, у кого много желаний, то есть, когда у человека желание исполняется, он радуется, и счастье это момент, когда исполняется желание, а что такое, что такое разочарование, боль, огорчение, это когда желание, наоборот, не сбывается, теперь ой, много кричат те, у кого много желаний, потому что большинство желаний не выполняется, а как сказал царь Соломон, царь Соломон нам сказал так, что человек, когда даже умирает, и половины из того, что он хотел, нет у него в руке, теперь здесь объясняется так, что, а во это, мало ли, объясняет это желание вожделения, и он говорит нам такую вещь, это же все идет продолжение вот этой же истории про женщину гулящую и про женщину чужую, про вожделение физически, физиологически, и про плохие философии неправильные, вот здесь он объясняет про вот эту вот женщину гулящую, про физические наслаждения, кто кричит ой, знаете, когда утром просыпаешься и голова болит, и человек говорит ой, 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 а почему он так говорит ой, 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 а кто просил его после водки пить пиво вчера, кто его просил после водки пить пиво и потом еще после пива опять водку, зачем ему это надо было, да, да, зачем ему надо было это, да, значит ой, тому, у кого было много желаний вожделения, и даже он обожрался, бывает тоже человек, он нажрался сильно, да, Он свои вот эти вот желания реализовывал физически, и потом он сидит, ой, не могу вообще, ой, обожрался я сегодня, ой, напился и так далее. То есть ой в этом отрывке, который идет продолжение истории про вожделение, идет кому ой тому, кто много хотел вот этих физических вожделений. Дальше, второй вопрос идет такой, кому медианим, кому суды, кто много ссорится, кто много... Дословный перевод, леми ой, кому ой, леми мавой. Малбим говорит, что слово овой, овой, это от слова желания, вожделения. А теперь это ответ. Да, это ответ. Кому ой тому, кто хотел много. Именно физических вожделений. Кому медианим, кому суды, леми суды, леми сиях. Сиях это пустой разговор, лисахэх. Значит, у кого много ссор, тот, кто много болтает. Вот люди, например, есть такие люди, наобещает, значит, наговорит, сплетнит то, то, а потом ссорится, потом ссорится. Ты же мне так сказал. Нет, я не так сказал. Как намудрецы сказали в перте, а вот, что нужно сделать, не умножая разговоров с женщиной, потому что все, что ты скажешь, может быть истолковано против тебя. То есть, чем ты больше сказал, тем больше тебе. Есть такое, альтер бессихай маиша, не умножая разговоров с женщиной, и объясняют это. Бы и что, Амру, даже с женой своей сказали. И тем более с женой ближнего. Потому что ты с женой ближнего поговорил, она потом мужу говорит, да, вот, Серега, вот это муж. Муж, почему одним везет, по другим нет. Ссора, скандал, конфликт, да. Потом, значит, ну и так далее. То есть, все там, где, тоже мы в перте вот учили, что коля май гадальти бенахахамим, всю свою жизнь орос, рабешим он говорил, всю свою жизнь орос между мудрецов. Ну и так далее. Там есть много упоминаний, что разговоры, пустые разговоры приводят к ссорам и судам. Потому что даже когда люди хотят друг друга понять, они друг друга не понимают. Они могут говорить друг другу один текст, один, вот, часто бывает, у меня были, например, ссоры, ну там, с родителями или с женой. Я точно знал, у меня не было никаких плохих намерений, ни одного. Но они из моих слов, как будто бы понимали другой смысл, включались на эмоцию сразу. А человек же как включается на эмоцию? Он себе сказал, а, так ты, значит, имел это в виду, значит, ты меня не любишь, значит, значит, значит. Накрутил себе значение и из этих значений вошел в эмоцию. После того, как он вошел в эмоцию, эта эмоция негативная, отрицательная, подняла у него вообще еще поток прошлых обид. У него пошло в голове вообще полный калейдоскоп. И он на второго человека этот калейдоскоп накидывает. А как маем по ним ли по ним, как человек смотрит в зеркало и видит свое отражение. Так сердце одного человека отражает сердце другого человека. И когда один вошел в негативное эмоциональное состояние, то он тут же второго цепляет. У второго идет эмоция, а когда оба в эмоции, у них в мозге отказывают. И это о чем сказано в 29-м отрывке. Леми медианим. Кому ссоры, кому разборти, кому ссоры. Леми сих. Тому, кто много болтает, кто пустые разговоры болтает. Понятно? То есть это путь к ссоре конкретный. То есть, каждый умножающий в словах приводит грех. Это тоже, в Кирте, вот мы учили. То есть, понятно. Теперь следующий вопрос. Леми пцаим хинам. У кого есть пцаим, пцаим это раны в пустую. Раны в пустую, как бы, да? Хинам в пустую. Ни за что. Кому раны в пустую, ни за что. И объяснение. Леми аклилут. Тому, у кого красные глаза. Значит, и дальше идет тридцатый отрывок. Идет объяснение, у кого красные глаза. Красные глаза у тех, кто бухают. У тех, кто пьют алкоголь. И дальше идет, сейчас мы перейдем, в следующий отрывок идет антиалкогольная пропаганда. То есть, однозначно царь Соломон утверждает, что пить алкоголь плохо, вредно, мешает и так далее. И, значит, если человек находится в алкоголическом состоянии, да? То у него, он переходит совершенно на другое мышление. То есть, у него полностью, как бы, алкоголь рушит его привычную схему мышления. Он у него снимает какие-то его барьеры. И говорят, что, как человека проверяют? Человека проверяют тремя вещами. Кос, каас, векис. Значит, это в Талмуде написано 3К, да? 3К, тремя вещами проверяют человека. Косо, когда он пьяный. Как он ведет себя, когда пьяный. То есть, то, что у трезвого на уме, у пьяного где? На языке. То есть, у него выходит из него его сущность. Второе. Кисо, это как он относится к деньгам. Значит, как он относится к деньгам, насколько он точен в деньгах, точен в расчетах, насколько он жадный, насколько он расточительный. Ну, то есть, как он относится к деньгам. Поэтому видно многое у человека. Это такой талмудический тест. И... В смысле, это просят деньги? Разное. То есть, его отношение к деньгам. В отношении к деньгам у человека выражается его сущность. Ну, то есть, деньги как его... Ну, в общем, неважно. Три Ка. Кос, понятно. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Второе. Кис, это как он относится к деньгам. Третье. Каас. Гнев. В гневе у человека выходит его... Та часть его натуры, которую он обычно скрывает. Значит, вот такой тест талмудический, значит, если... Там в Талмуде рассказывается история, когда одна женщина хотела выйти замуж, она специально мужа там подпоила, попросила у него в этом подарке, чтобы он ей дарил, посмотреть, как он к деньгам. И довела его до состояния гнева, чтобы он высказал то, что он думает про ее маму. Чтобы заранее знать. А как тебе мама? Вот мама моя про тебя сказала. Хорошо. Значит, все, с этим понятно. Так тот, кто бухает, у него будут пустые травмы, потому что он и сам упасть может, и на кого-то упасть может, и кто-то на него упасть может, и шкаф на него упасть может. То есть у него, у пьяного человека, он теряет координацию движений. Теперь, значит, тридцатый отрывок звучит так. Ли ма харим аля яйн. И дальше объясняется, у кого красные эти глаза. Те, кто поздно засиживаются за вином. Ля баим ля хкор мим сах. И те, кто ходят и ищут того, кто лучше вино наливает. То есть в то время было, ну не было таких, как сейчас, бары, коктейли. Там, ну вот, заходишь в бар, у тебя тут коктейль, значит, там, какие есть коктейли? Ну, какие бывают коктейли? Хиросима. Там, Б-52. Нормально вообще название для коктейля? Вот в баре, я помню. Да, Б-52 это бомбардировщик, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму и на Гасате. Погибло 300 тысяч людей. Дайте мне, пожалуйста, коктейль Б-52. А потом человека, ну, он выпивает. И его, по идее, должно убить. У него должно отключить ему мозг. Но его не отключило. Он говорит, дайте мне, пожалуйста, еще Хиросиму. Было убито бомбой 300 тысяч человек. А он, значит, коктейль Хиросиму называет. Потом там черный русский. Есть такой коктейль? Белый русский есть. И черный русский есть. И, значит, значит, есть, это очень смешной, есть анекдот. Вот, ну как, очень смешной. Он вообще не смешной для некоторых. Для некоторых он смешной, как один заходит в бар и в меню смотрит коктейли. И там коктейль называется «Оргазм». И он, продавчица, говорит, девушке барменше, дайте мне этот коктейль «Оргазм». А, дайте мне «Оргазм». Она говорит, вы что, мужчина, издеваетесь в это самое? Она новенькая была. Он говорит, ну, вот меню написано. А, не, не так. Он говорит, дайте мне «Оргазм». Она говорит, вы что, издеваетесь вообще? Что такое? я здесь барменша. Ну, я новенький, но все равно нельзя так подходить. Он говорит, так в меню есть. Он говорит, ну пойдемте. Но это ужасный анекдот. Да, это вот именно, это именно вкачали мне в спортинтернате вот этой всякой гадости в голову. И она там внутри варится, 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 варится. И периодически вылазят вот эти анекдоты. Зачем мне этот анекдот нужен? Он не нужен. Я это привел просто как пример того, что у человека, который не следит за своим восприятием, у него в его восприятие входят разные неправильные вещи. И потом эти неправильные вещи, они у него внутри живут, годами живут. Потом он выпивает там какой-нибудь коктейль. И у него это все, у него его как бы защитная вот эта система, которая его должна координировать и охранять, она у него слетает. И он, значит, бах, и у него влазит все, значит, на поверхность. Поэтому и у кого вылазит, царь Соломон говорит, и к чему это приводит 30-й отрывок, он говорит, те, кто допоздна засиживаются за вином, и те, кто ищут их, ищут тех, которые умеют наливать. То есть в то время баров не было таких, как бары. Были люди, которые умели разбавлять вино, они как бы, ну, эту профессию. Но тут есть еще глубже смысл. Намерение человека. То есть если человек поставил свое намерение в жизни искать все больше и больше удовольствия, то это его ведет в пропасть. То есть не должно у человека в жизни быть намерение искать удовольствие. У человека должно быть в жизни намерение служить Богу, реализовать свой потенциал, расти, выполнять заповеди, ну и так далее. То есть главное твое глубинное намерение и понимание, что этот мир не создан для того, чтобы в нем кайфовать. Этот мир создан для того, чтобы в нем работать. И когда у человека есть вот это вот убеждение, эта идея, то эта идея его по жизни будет вести по прямым дорогам. То есть он будет понимать, надо работать, надо трудиться, надо ставить цели, надо расти, надо... И он это будет делать, потому что это как его глубинное намерение. Если как только у человека появляется намерение кайфовать и он находит легкие кайфы, вино, наркотики и так далее, он начинает идти по наклонной, прям катиться быстро и быстро. И чем он больше ищет кайфов, тем меньше у него шансов в этой жизни реализовать свои возможности человеческие. И чем он быстрее ищет эти кайфы, за каждый кайф надо платить. Любой кайф нужно платить. И когда человек выбирает концентрированный кайф, алкоголь, наркотики и так далее, то цена за него ой, цена за него побои, цена за него раны, цена за него суды и так далее. То есть за все надо платить. И последний тогда на сегодня отрывок, тридцать первый, да. Аль Тере, Аль Тере Яен, Ки Ит Адам, Ки Итен Бакис Ино, Ит Олег Бэмэй Шарим. Значит, он говорит в тридцать первом отрывке так. Не смотри на вино, что оно красненькое. Вот только что я Итану прихожу перед уроком и говорю, Итан, говорю, однозначно, царь Соломон против вина, против алкоголя. А Итан, он любит по шаббатам выпить. Ему это как бы обидно, ну не обидно, но ему это мудрое царя Соломона не вписывается в его как бы удобную картину мира. Он говорит, красное вино, говорит, полезно. Вот он прямо, а царь Соломон тебе говорит, не смотри на вино, что оно красное, что оно типа кровь улучшает. Есть другие способы, морковка тоже красная, тоже кровь улучшает. И мясо красное, и там, ну я не знаю, много вещей, железа можно в таблетках пить в конце концов. Он таким как Итан, прям тебе сообщение от царя Соломона. Не смотри на вино, что оно украсняет, ну дословно, да, Итадам. Когда ты посмотришь в, не в кис в коз, Ино, когда ты посмотришь в стакан своим взглядом, и ты будешь надеяться, что ничего, выпью и буду идти по прямой. Он говорит, не надейтесь, что вы выпьете и будете идти по прямой. Не надейтесь вообще, потому что, знаете, как есть, если вы боитесь поправиться, есть такой, как совет, да, это я читал в журнале «Один совет». Если вы боитесь поправиться, и перед трапезой выпейте, пожалуйста, 50 грамм коньяку, и вы не будете бояться поправиться. То есть пока ты, как только ты выпиваешь первый стакан вина, у тебя уже планка падает, тебе кажется, что ты идешь по прямой, но дальше, следующий отрывок, мы уже будем следующий, завтра мы будем его изучать. Там дальше он показывает весь процесс, как алкоголь влияет на мозг, на организм, на тело, и шансов нет. То есть вылезти из этой ямы можно только одним способом. Отказаться от алкоголя, в принципе, отказаться от него полностью и бесповоротно. Все. И это правильно, хорошо, ну, да, это тяжело, конечно, тем, кто пьет, но это как бы ничего не сделаешь. Это Тора, это Царь Соломон, это Божественная Мудрость, поэтому будем стараться меньше пить или вообще не пить. Все. Хорошо, дорогие друзья, делаем выводы. Какие выводы можно сделать из этого сегодняшнего урока? Значит, я какие делаю для себя выводы? Выводы делают следующие, что ни в коем случае, ни в коем случае нельзя пить, да? Все, я уже понял, пить нельзя. Все, я делаю один вывод из этого урока. Пить алкоголь нельзя. Все. И пить алкоголь нельзя. Не полезно, не нужно, вредно. И с Божьей помощью, чтобы мы не пили, а в освободившееся время, силы и деньги направили на служение Богу, который нам даст все. То же самое, что дает алкоголь, только хорошим, добрым путем, более сложным, но зато надежным. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Напишите выводы и поделитесь своими выводами со всеми своими друзьями. И надо распространять свет Торы. Все. Удачи, успехов. И что в заслугу за изучение Торы, что Бог вам дал, выполнил все ваши молитвы. Все. Субтитры создавал DimaTorzok